так раз раз поток все пошло включить к чату еще звук нормально вроде нормально работает так ну что сегодня наконец-то подземелью я тут все утро практически присидел полтора часа ладно не все утро ждал пока прокнет какой-то данж собрали группу итоге плюс минус удачно довольно быстро значит 1 идем соответственно еще растянание потом тогда я уже буду искать группу на мертвый копе только от наружу на следующем стриме сегодня чистот пройду подземелья и на этом все долго не буду сегодня стримить что у нас от в итоге воин 23 уровень охотник 23 разбойник 27 шаману нас хил двадцать четвертый и я двадцать второй тоже хант дпс и 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 Плюс, когда мы убьем ластбосса, там будет шмотка, которая стартует. Стартует квест. И по ней мы получим там наплечники. А можно наплечники хорошие, по-моему, получить. Так, ну вот я на пути в Рэтчет. Как хорошо, что у меня есть точки полета. На прошлом стриме я их как раз таки установил, когда делал квест вот на эти две триньки. Так, ну что, в целом, шмот-то будет очень даже хороший. Правда, у нас тут получается целых четыре персонажа, которые сейчас носят именно кожу. Поэтому будет большая конкуренция. Соответственно, с этим я не собираюсь никому ничего уступать. Я буду недоступать всё, что мне понадобится. Так, плечи, плечи. Ладно, плечи, вот только это белого качества, это хрень полнейшая. Вот сумка, если 10-ти слотка выпадет, то, разумеется, я заберу из себя. Посох, не знаю, посмотрим. Если воин не будет его нидать, этот посох, то я его тоже буду нидать. Почему нет? Ремень, что у нас по ремням? А, нет, ремень, кстати, у меня лучше. А вот лорд Кобран, у него как раз такие штаны хорошие. Они чисто на друидах, правда, но у нас друидов нету. У нас есть охотники. И есть разбойники. Тут тоже нагрудник. Ну, не-не-не. Так, ладно. Всё. Ух ты, там чё-то охрана кого-то стукает, я смотрю. Так, а что он продаёт, этот слезарик? А это что? Понятно. Хрень. Ладно, всё, бегу. А то меня там, наверное, заждались уже. Ребята, все уже вчетвером там ждут. А, не, ещё в пути даже некоторые. Тогда плюс-минус успеем вовремя. Не придётся им ждать. Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Субтитры DimaTorzok 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 Добавил субтитры DimaTorzok 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 кондуны ладно ладно раз вот будете просто спамить ладно промолчу короче мне просто хотел бы прокомментировать то что у меня ощущение как будто мы сюда по большей части пришли не закрыть данж просто набрать кожи не знаю золотать вот так вот значит да а кроме держим причем я по моему даже эту змеюку и даже не атаковал толком этого друида клыка я по-моему только ударил чтобы сбросить агрона хила скилла и все и более так тут по моему растения нужно собирать по квесту серпент пловом 10 штук вот не помню у скольких статью у трех человек то есть 30 растений как они они и и и и и Да, если не ошибаюсь, это вот Лидия Анакондра, она появляется, она появляется в различных местах, спаунится. Это вот если я не ошибаюсь, конечно же. Так, стреляю, вот только не понимаю, а где Serpent Bloom? Неужели он только на той стороне будет расти и всё? Тогда я, наверное, этот квест не смогу доделать. Но главное сделать хотя бы ласт квест. Здесь всё равно, по сути, хрень даётся. А зачем сейчас? Так, я сейчас, конечно, тупанул с одной стороны. Надо было его прогнать, наверное. Ну ладно. Я просто не понимаю их логику движений. В чём прикол? Могли бы сначала верхнюю часть зачистить. Потом пойти забрать черепаху. И так потихоньку, чтобы не было никаких проблем. Там. 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 Спокойненько. Правда, тут всякие яды нам мешают. Я смотрю. Тут ещё, кстати, вот эта часть пещеры, она довольно неудобная в плане размеров. Тут пиздец. Не, ну я сейчас реально бомбанул нахуй. Черти. Просто всю кожу лутают перед носом. Просил же, нормально, по-человечески. Лутайте ту кожу, которую лутаете вы. Тех, именно тех мобов я имею в виду. А, понятно, это уже пустая. Значит, я не могу её залутать. Хоть я её и вижу. Клёво. Да, таким образом, походу, закроет этот наглый охотник. Ладно, хрен с ним. Ладно, хрен с ним. Так, ролл, кидаем ролл, девяносто два, так-то? Все нафиг забираю, специально. Так, ну здесь я помню то, что вот эти змеи, они хоть и не элитные, эти змеи, да? Но они наносят очень много урона. Непропорционально много урона относительно того, что вот они не элитные. Что-то привыкаем, то что, допустим, элитные мобы и какие-нибудь террорники имеют дополнительные способности, ну или, соответственно, больше урона наносят базового урона. Вот так вот, хотя бы один Serpent Bloom есть. Ушел, ушел, ушел! Моя! А, да, понял. Я вас понял. Бред какой-то, короче, творится. Ладно, мне надо, наверное, сконцентрироваться на самой игре, а то я тут много выпускаю, учитывая, что мой ДПС вообще самый низкий сейчас. Ну я еще, правда, его не очистил, таблицу я в самой пещере особо... Именно перед входом я ничего не делал, потому что я не хотел никаким образом задеть игроков Орды. Там, по сути, целая группа Ордынцев была в режиме ПВП. Поэтому, ну их нафиг. Так, я надеюсь, растения вот эти, конечно, Serpent Bloom, они... Они рессуются со временем. Тейлоринг. Так, волк во сне. Один приятный минус самих НПС... То, что они... Он непрерывался... ну да да это же я могу фармить конченый будут ли проблемы с охотником в плане лута говорили они ну тут хотя бы не лут конечно с одной стороны но все равно да да это варкрафт классический сервер ну как классический классик плюс по сути получается ванила плюс это сервера у меня там в описании по написано черепаха ну вот есть оригинальный классический сервер допустим оригинальная классическая версия варкрафта где вот все сделано по канонам да не афа без всякого доп контента а плюс это значит что там что то еще дополнительно помимо этого всего создан добавлено там допустим куча новых квестов новые данжи даже есть новые локации и так далее и тому подобное это называется плюс если интересно можешь глянуть проверить turtle of называется бесплатный сервер в первую половину дня где-то 3000 онлайн а во второй уже под 67 тысяч так молодежь танцевых выкинут дайте мне штанцы дайте штанцы а лол ремень ну ладно тут тут чисто воина повезло воин один который использует кольчугу ему конечно повезло ладно да если есть еще какие-то дополнительные вопросы конечно задавай могу прямо сейчас на стриме ответить если прям что-то конкретно интересует там насчет того же пве контента пвп контента или или я не знаю классов потому что классы тоже здесь изменены допустим гибридные классы они полностью перелопачены разрабами тот же паладин тут совсем другими красками заиграл по моему каждому классу дали хотя бы хотя бы одну новую и и и и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Конечно, ничего обидного говорить Такая крыса Ещё что-то наговаривает, блин Можешь идти фармить сам Ты, значит, будешь фармить кожу пока в данже? А другим что? Казалось бы, мы тут все в одной лодке Все вместе, все заодно Субтитры создавал DimaTorzok Как же он заебал Просто кусок крысы Короче, все что он будет нидать, я тоже буду нидать И всё Это всё, что я могу сделать Максимально как-нибудь Так сказать Тому говнюку Блин, растений тут, конечно, этого серпентблума вообще мало А чё в смысле? Они смогли два залутать? Не понял А я попробовал, в прошлый раз у меня не получилось Пусто было Странно Ну ладно Так, а у спиля А, нашего танка Так, кстати, мы уже тут потихоньку начинаем чистить Именно Вторую часть, которая будет довольно большой Тут основная часть боссов Поэтому надеюсь, что всё будет в порядке Перчатки Отлично Какие-то Серпентблум Давай, давай, быстрее лутай А, да В смысле Инвентарий из фол Уже? Офигеть Я и забыл то, что у меня мало места в сумках Блин, блинский Так, получается, надо Надо что-то тут Оптимизировать Алхимия Инженерное дело Первая помощь могу сделать Бинт Что тут ещё? Ну и всё По сути Особо тут Как бы удалять Ничего А, ну вот Вот такое вот Всякая Всячина Это тут серая хрень Это, наверное С тех чуваков От которых Лужи появляются Да Ну вот Теперь вроде всё норм Вот это вот ещё Смогу убрать Такс Сколько у меня вообще тут места? Давайте-ка лучше Скинем Весь основной мусор Чтобы я Видел Вот так вот Потому что у меня ещё есть места Так, даже Сумку открою И всё Погнали Да, блин Подземелье, конечно Сильно очищается То, что мало места В сумках Хм метку охотника надо поставить кого не бьют ясно цель 1 факту бит совсем другого так ладно я сплю чили так сэрпенбум надеюсь успею да нет нифига не работает и не могу залутать странно невозможно это не получится у меня за один собрать я лишь надеюсь то что они рисуются то что они рисуются и я смогу их собрать потом во время забега обратно допустим так тут у нас что пусто пусть то пусть то так вот мы уже походим почти почти подошли по моему да там должен быть скоро следующий босс то ли лорд это у нас то ли шкам грин вулан бэг мне спасибо но только если грид ролл на продажу грин вулан бэг пусть машинка тогда лорд питер а потом по моему по дороге или как-то иначе даже немного можно дойти до шкама это ящер и вот с него плащик кстати неплохой падает по-моему плащик кинжал сейчас можно даже глянуть плащик кинжал а еще и штаны как раз вот для нашего хила поэтому я даже буду очень рад если вдруг выпадут именно они точнее что они да штаны арморов до фэнги аааа нет я все равно буду делать квест на другое подземелье сейчас мне нынешняя броня тоже нормальная вулк лот никаких цветов аквисту рядом нет так отправляемся в бой отлично еще одного завалим фиг тебе не усыпишь моего кабана а а а а а а так кинжальчик но только если grid продажу продать оружие всегда буду рад так ладно чистим ну вот ништяк серпан блума и в помине нет блин странно правда то что я так акцентирую на нем внимание все равно уже зеленая soldiers are more of the bear пиняк Интересно, они какие-нибудь обилки кидают, кроме яда? Green Laser Bag. Восьмислотка? Да, ну это ладно. Сорбанблума? Нету. Нет. Вейт. Вейт, вуаль. Вейт. 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 Вейт Субтитры создавал DimaTorzok 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 Так, забыл Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok На всякий пожарный Молня нанесла 31 урона Офигеть Даже бандиты Братства Справедливости Фаерболами и то больше наносят по-моему два раза Где-то 50 или 60 урона Нож Ну вот печально, вот лучше бы, лучше бы хилл Хилл бы залутал штаны какие-нибудь Понятно Так, ладно, пока мы это оставим Два серебра всё-таки даёт Так, отойдём за стену А теперь бурстуем Интересно, а что это такое? Дрога эйл Это он как-то отпивается? Или это просто эффект алкоголя? Или что-то типа того? Так, ханта у нас усыпили Теперь меня усыпили? Как я дошёл до рейнджа-то? Йоу Так, надо забрать Серпент Бум Попробовать и сейчас Может быть получится? Не фартит Не работает Гандон Просто натуральный гандон Сразу же Вот сразу Лезет своими культяпками Блин, как же я не ожидал Что будет всё настолько Ужасно В плане группы Так, я так понимаю Мы уже приближаемся К ластбоссу Ну, относительно ластбоссу Там, где лорд Серпентис И Элементаль Который, кстати Стукает О-очень О-очень больно Прям нереально больно Он там может По-моему Ваншотнуть Игрока Причём Не важно Там танк Ты или не танк Так Так Сейчас быстренько Поменяем саундтрек О-очень больно Так Тут лучше Надо убрать Питомца Чтобы успешно Спрыгнуть Ну, давай Иди сюда Змей Так У меня скоро, кстати Будет 23 Отлично Думаю На 24 Пойду уже Мёртвый копий А может быть Даже ещё раз Специально Схожу В эти Пещеры Стенаний Фиг знает Посмотрим В принципе Если эта группа Будет согласна Ещё раз То ладно Я могу сходить Я буду согласен Сходить ещё Я не против Так Мне казалось, что здесь Где-то патруль Продолжение следует... Переподключение. Странно. Так, ну, вроде всё нормально, всё восстановилось. Да. Всё в порядке. Что мы дальше-то делаем? А, босс. Ну что ж, вот с этого, кстати, босса падает лук. Весьма вкусный лук. Я его, кстати, ни разу не убивал в своей жизни. Ну да. Ботинки ну такое себе. Так, дизи. Разбойник залутал. Ну ладно. Я не против. В смысле, no fear? Какой fear? Зачем тут fear? Так, ну, вроде норм всё. Не такой уж он и сильный. Хотя, не, наносит он приличный урон, тем более он ауелон урон наносит. Прыгаем. Прыгаем. Субтитры создавал DimaTorzok Так, теперь я бы лично зачистил прям всё-всё Чё-то ради прикола даже Забыл, чувачок? Так, чтобы можно было освободить... Ну, чтобы был бы доступ к последнему боссу Нужно убить всех лордов и леди, соответственно, этих... Клыка Они основные боссы, которые держат в кошмаре Ну, по лору Наралекса Иначе никак Так Нет, спасибо Так, отправляем Нужно быстрее завалить ящерку одну хотя бы И перейти к следующей Ээээ, не надо, не надо, не надо меня Я обойдусь без сна Крайне мере здесь Так-то Варкнифи Оф-повер Грид И всё нормально Так Блин Чё-то с камерой случилось Ладно Лутаем Серпенблум Раду же конец данжи, по сути И ещё, тем более, он не сработал Ладно Забью вообще на этот квест Нафиг надо Так, ну что Двадцать третий Сразу же выкачали талант на урон Для моего Кубанчикса Так Так, друид клыка Думаю, его первого надо Убрать Так-то Теперь этого слизня Блин, я всё время забываю то, что у него иммунитет И мы не сетки ядом Так, а вот, по-моему, леди Леди анакондра Так, ну этих тоже чуваков надо сразу же, думаю, убрать Чтобы они не мешали Так, ну что, леди Сумку дашь Посох Серпенс Шолдерс А я не знаю Кто-то Ни до этого происходит Что за проблемы с потоком сегодня, я чё-то не понимаю Странно, что ОБС Субтитры создавал DimaTorzok Так, ну вот, получается, за За убийство вот этого Плохого Мурлока Да Я смогу залутать вот этот вот меч Он хоть и статов не даёт, к сожалению А там целых пять выносливость Но это синяя шмотка Я вот думаю, может быть, всё-таки да Взять Тоже меч То есть навык не надо будет продолжать Прокачивать не надо будет продолжать Поэтому Поэтому-поэтому Вот не знаю Для охотника, конечно, лучше со статами Тем более, лук чаще всего без всяких статов Чисто там какие-то символические чуть-чуть ловкости могут быть Вот оружие Ну, в общем, это будет, наверное, основное двуручное оружие Я так понимаю То, что в Deadmines я не смогу выбить А, ну там топор Точно Если топор выбью Там, двуручный топор Тогда я его буду носить Там восемь выносливость И восемь духа Уже лучше тогда статами ходить Или же, если получится То я там попробую выбить Также парное оружие Так, ладно, трапы немного, я ошибся Ну не страшно Так, два свободных места у меня еще есть Окей Руинд лэдер скрабс Давайте-ка мы это тоже уберем Противников Некоторые из них могут нанести серьезный урон Да и сам Мутанус Пожиратель Он тоже довольно Такой Противный босс В том плане То, что он может Использовать Майнд контрол Так, не надо меня в сон Не надо, не надо Вейлинг эссенс Ага Вот так вот На, получается Прямо перед носом Могут залутать А что дают за этот квест Десять серебра Ладно, нахрен с ним Я все равно не привык делать квесты Связанные с этим данжем Десять серебра Во всякий случай Тоже трапу поставил там Ага Ну ты красавчик, конечно Хант Десять серебра А, этих можно, кстати Травить Ядом Так, вперед кабан Зачищай Вейлинг эссенс Вейлинг эссенс Собираем Их было только пять Да Главное не попасться в майнд контрол А, ну нормально Нормально Тоже как-то довольно легко Так, ну если этот хант Тоже не дает Тогда и я Вот так вот Так, glowing shard Получается, ну в принципе Да, можно сделать А, glowing shard В ретчат Ладно Три из десяти всего лишь Так, ну что у нас тут получается Полная сумка всякого Всякого-всякого Всякой всячины Починимся Продадимся Вот это продадим Это Алхимия тоже Это тоже Это тоже И это продадим И это И это Клэм мид Тоже продадим Неплохо Так, неплохо Чуть меньше голды Заработал На продаже мусора Так, я смотрю The Old Church of Westfall Уже шестнадцатого Левела для меня Как-то странно Надо бы сделать Так Сейчас Правда До начала Надо скинуть Все вот это Вот В банк И как у нас туда получается Я могу сдать Два квеста По сути А, три Один в речите Точняк Значит, мы отправляемся сначала в темные берега Так Так, Glowing Shard Он там даст Плечи Три выносливости Шесть интеллекта Так-то, конечно, шмотка Похуже, чем моя Но опыт зато Да Будет зато опыт Так, ну что По сути В данж, кстати Не зря сходил В плане шмоток Тоже Хотя бы С ластбосса Я получил кольцо Кольцо Хоть Грубо говоря Нахило Прямо даже говоря Но в плане апгрейдов У меня там предыдущая была Все лишь одна Выносливость И одна Дух Это вот колечко С пятого левела Получается Смурлоков Поэтому, да Это гигантский апгрейд Для меня Учитывая, что По сути Больше ничего толком Не выпало С боссов Именно А так вот Вспомнил Точно Я же сейчас Треша Выбил Перчатки На три силы Три выносливости Это, конечно же Перчатки Клыка Я мог Еще выиграть Еще одни Конечно Там ботинки Более Я претендовал Тогда у меня был бы Сет бонус Двух шмоток Increased damage Done by Nature spells And effects Ааа То есть Получается Если бы я выбил Еще ботинки То, наверное Получается Мой Serpent Sting Способность Вот Отравляющий Да Наносил бы Больше урона Ну Во всяком случае Такая теория Реакция Седьмой левел Пвп режим Не завидую я таким ребятам Так, ну я сдам тогда Эти два квеста Пойду отдыхать А вот На следующий стрим На самом деле Я Что сделал Пока я буду Собирая Искать группу Я, наверное, попробую Сделать вот эту Вот Greater Tarantula Venom Квест И попытаюсь Все-таки Еще раз Наверное Сходить В данж Вейлинг Кавернс Пещера Стенаний С надеждой На то, что я Хотя бы смогу Еще сделать Вот этот вот Квест Вейлинг Эссенс Возможно Serpent Bloom Но я сомневаюсь Ну и, конечно же Лут выбить Какой-никакой Продолжение следует... Так, ну вот Я написал Еще одной группе Сразу Может быть Сегодня Еще получится Сходить Они там Правда От Мага ищут 20 плюс Желательно А, кстати Serpent Bloom А, ну да Serpent Bloom Он был Альянсовский Квест Так, ну что Возьмем меч К сожалению Снизит Мои статы Выносливости Мне ничего не поделать Так, ну судя по тому Что меня не приглашают Видимо Не хотят Да и возможно Они мага Ищут Просто потому Что возможно Тот же охотник У них в группе Так Значит Тут я квест Сдал Это у нас Надо что? Рэчет Как далеко Лететь-то Еще и через Тароамор Отлично Срезать Конечно Получится Нет Спасибо Тогда я уж Вручную полечу В Минитил И там уже Через Минитил Тароамор Так, ладно Пока просто Для галочки Встану В поиск Группы Я только Так и толком Не понял Он работает Или нет Потому что Вроде как Приглашают в группу Но как-то С багами Минитил Ай, смел Неплохая, кстати Шмотка Я смотрю 24 духа Правда От меня Всегда удивляет Вместо 24 духа Лучше Столько бы Ловкости Дали А дух 5 Правда Ценность Предмета Сразу бы Превратилась В еще Более Желаемое Хотя Я без Того Наверное Все хотят Учитывая Что Вот у Него Такой Эффект Да Приморозить Противника Если Он пытается Себя Ударить 39 Левел Это Прям Я так понимаю Наверное Бис Шмотка На Ханта Да А не Они на Ханта Они же Начинают Носить Кольчево На 40 Это Получается Вот Отличная Шмотка Для Война Паладина Неплохо Неплохо Я тут Как раз Думаю Наверное На 49 Все таки Сделаю себе Твинка Друида Он у меня Сейчас на 19 Я там У себя Под своим Видосом Единственным Про БГ На Черепахе Получил Комментарий Одного Человек Сказал Он То что БГ На 19 Можно Все таки Ну такое Такая себе Тема Просто потому Что там Слишком Много Уже Наверное Твинков Если я Правильно Его понимаю Ну в принципе Это логично На 19 Хоть Вкладываться Нужно Много Точно Так же Много Но и Прокончать Его Просто Банально Быстрее Поэтому И проще С 19 Поэтому Я скорее всего Первый мой Первый контент По БГ Твинков Будет за этого Друида Я за него Что-нибудь Наснимаю Скорее всего Просто Видео А не Стрим Посмотрим И Все Тут же Сниму Ограничения На получение Опыта На получение Опыта Буду Буду прокачивать Дальше Где-то До 49 И На 49 Вот Его Буду Одевать Прям Максимально Круто Постараюсь Буду Формить Данжи Заодно И голды Нафармлю Надеюсь Именно Ферал Друидом Баланс Не знаю Как там На 49 Что-то И можно Попробовать Но я думаю Он так же Будет В пвп Быстро Высыхать А именно Этот Рестор Но в принципе Все таланты Уже будут В рестор Ветки Конечно Тоже интересно Да Да и Против Разбойников Все-таки Выгоднее Уже тогда Через Рестора Наверное А то и Даже через Баланс Без Хотя бы Без Соуса Без Соуха Без Форм Савы Так Точно Что это У меня тут А я уже могу Взять квесты На это Вот На Тюрьму Однако Я пожалуй Пока Откажусь Так как После Щерстя Наней Естественно Отправлюсь Мертвую копию Чтобы освободить Место От квеста Я разве что Там получу Продолжение Чтобы в итоге Получить еще одно Кольцо Которое далеко Не сразу Сделаю Учитывая Что я Хардкор Персонаж Там посмотрим Я видимо Из всех Квестов Связанных С Красногорием По крайней мере Сделал вот этот Точно Потому что Это цепочка Дальше Уже видно Будет Так Минитил Учитывая Что я уже 23 Я вполне Могу Спокойно Отправиться Тут вот Рядом Локация Да Скот Вот Вот уже Квесты Даже 18 Левела По сути Уже Для меня Зеленые Тем более Надо тут Все Насобирать Вот эти Вот все Вот эти Тут Будет Тоже И здесь Тоже Смотрю Квесты Уже Можно Взять В общем Будет Достаточно Много Квестов Много Сейчас Хотя бы Активно В чате Ищут Группы А то Утром Было Как-то Довольно Глухо Путь онлайн Вот такой Обычный Хотя Я бы сказал То Что Обычно При таком Вот онлайне При Три С чем-то Тысяч Как-то По-моему Бывало В другие Дни То Что Было Не 800 Человек А где-то 700 С чем-то Я так Думаю Может Мне кажется Так Сколько Тут Четыре Персонажа 60 Амак Варлок Воин Охотник В чате Пишут Саня Здорово Среди Остальных 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 Правда У меня до рай Ни скоро Ну как Ни скоро Сегодня У нас Какое число 19 Через месяц были продолжают троллить а че что один александр что ли что такое буллокс что я не понимаю а вот она что-то пишет смысле что там-то произошло о на пятьдесят пятом и вода полонирал я так понимаю чувак попытался залутать кровь героев которая находится в плагах до тех двух локациях чумные земли западной восточной там прям на земле прям на земле можно залутать кровь героев до его пишет в части сразу же и там сразу же появляются спаунился несколько по моему элитных призраков павшие герои павшие герои альянса наверно естественно не сразу же агрится на тебя они наносят просто тонну урона почти невозможно убежать если ты конечно прям тот класс который предрасположен для побега тогда да тогда еще ладно а так не это когда charge you and poison you еще и да и наносит еще яд который тебя замедляет офигеть это обидно тогда да тогда тут только паладином нужно быть каким-нибудь или друидом так что у нас тут я не помню по квестовой цепочке вот который мне сейчас вот там серая какую шмотку дадут дел чёрт я знаю что под конец это будет десятая часть надо будет элитного фермера завалить она там 20 левела в западном краю западном крае я все дома как-то он один элитный летом 20 я знаю что там всегда есть народ можно быть с кем-то объединиться чтобы сделать квест в общем ладно это потом просто думал потихоньку одеваться дальше не стоять на месте потому что допустим я сравнил свой гир там чисто по быстренькому посмотрел с тем охотником ну блин у него конечно шмот там максимально заряжен всякие апгрейды на шмот как там дополнительно чтобы урон был и так далее и удивительно что он на первом месте почти в два раза больше чем я нанес я я хоть кое-как выбился в третье место ладно это еще потому что я особо там фигней занимался бегал туда-сюда искал отца растений в начале пещеры не на все уроны и толком не концентрировался на этом только на боссах естественно так то что за счет зададим скрип уж это просто время для нызи а вот шестьдесят дроид индоскутки на нпс из нормально рип джон маккафи маг шестидесятого уровня только что шестидесятый заработал молодец мазать да отлично кстати отлично положение то есть какие-то люди доходят до 60 какие-то тут же там до десятого плюс-минус там уровня умирают просто от какого-то рядового нпс моба какого-нибудь кабана волка краба и так далее то есть не говоря о каких-нибудь там специфических нпс элитных мобах и так далее так ну вот наконец-то мы снова в калимдоре рассматривает меня зыркает ишь так а первая помощь что мы сейчас первая помощь это 92 так летим кубистан так я помню там совсем небольшая квестовая цепочка насчет вот этого glowing shard там надо бы поговорить с кем-то в речете в том же надеюсь я правильно помню нпс с которым надо поговорить потому что квест хелопер никак не поможете там ну никак не отмечается какой-то конкретный отписи с которым нужно поговорить и что то узнать по-моему я помню вроде возле мастера полетов находится с ним надо поговорить и и он потом отправят куда-то по-моему на гору которая находится прям над пещерой все на ней там потом надо будет вроде бы к шаманам прийти вот сюда вот к шаманам шаман поговорить с духом воды вроде бы может нет по-моему потом все потом надо будет вернуться обратно на гору и последний квест надо будет просто сдать уже вот этот вот камешек одному из главных друидов у Дарнаси так а кинкерис унин вот так а это что а вот ему надо бутылочку сдать да идти надо туда наверх в пещеру на пещеру точнее даже на гору ну ладно так я смотрю кабанчик немножко проголодался надо его покормить так он у меня уже на пятом уровне доверия отлично так ну пока пока я сейчас кабаном буду бегать тем более на 24 уже будет 3 ранга рывка я в этом убедился там загуглил проверил так что максимально готов и этот рывок кстати обучается через кабана белый граб тот самый кабан который нужно по квесту убить в Красногории поэтому конкуренция вполне возможно быть большой этот квест наверное сделаю утром прям вот когда народу поменьше и может быть не на двадцать четвертом левеле а на каком-нибудь двадцать шестом ну я еще подумал на самом деле потому что ну мало ли всякое может быть может быть не сработает там я не знаю ловушка срезистит и кабан меня сразу со своим рывком там откусит целый кусок кп или еще что-нибудь произойдет поэтому надо подумать рисковать на двадцать четвертом или нет так ну вот надо туда забраться вон я даже уже вижу там какая-то мельница или что-то типа того в этом плане кстати прикольно мне нравятся вот горы в степях то что по-моему на некоторые не на все но на некоторые можно прям на самый верх забраться если прям вот подобрать правильный вот правильный подход правильный вот подъем не со всех сторон можно просто плавненько подобраться так то получается на самой высокой горе допустим так можно сверху наблюдать на мир в округе прикольно на самом деле очень прикольно так а видимо все да не надо было шаманом говорить видимо это я перепутал какой-то другой квест все теперь мне надо в Дарнас так окей тогда сейчас прям посмотрим смогу ли я по прямой лететь из Рэчета в Дарнас или все-таки нет Орун Лу что-то знакомое Орун Лу название волка мне кажется это в какой-то игре было или в фильме если я не ошибаюсь это был в компании HF Empire S2 там надо было компания за Чингисхана там была стая волков в какой-то месте в каком-то месте вот локация и вот обычные волки но они были стандартные там по ХП а вот этот Орун Лу он там был 100 у него ХП по-моему или что-то типа того якобы вот волки терроризировали все округу это вот если не ошибаюсь это оно и есть блин фига себе у меня память конечно такие вещи спрашиваю охотника да подтвердил охотник память все-таки у меня хорошая правильно вспомнил да там какая-то стая волков была такс ну что ж а да сидит тут ПВП режим чтобы я случайно кликнул так ну что напрямую неа не смогу ну что ж тогда опять отправляемся на корабль на корабль ну наверное да лучше лучше в пиратскую бухту так будет ближе мне кажется не знаю как по цене насколько это будет выгоднее ну наверное должно быть сомневаюсь что из пиратской бухты Штормград будет стоить дороже 12 серебра не хочу просто лишний раз тратить деньги а кстати варлок прям тот же с которым я отплывал в миниатил human warrior 35 левел уже still alive тоже хардкор в миниатил понеслась в чате было конечно круто если бы добавили в если бы добавили dk это было пофигенно то есть не надо монков и надо вот этих всяких демонхантеров хотя фиг знает может быть еще со временем монки и демонхантер а вот то что сейчас у драгон флайте этот класс не надо дк это прям было очень круто потому что мне кажется два тяжелодоспешных класса маловато я понимаю конечно то что-то классический вов но блин тут же столько classic плюс контента различного что и могли бы как-нибудь сообразить подрихтовать там подработать как-нибудь оптимизировать под классику соответственно это подразумевает тот факт что удака наверное не было бы то количество заклинаний которое есть в лече ваталка ну или наоборот количество талантов как-нибудь там убрать да интересно планирует вообще черепаха вводить новые классы вот так вот вижу в виду сейчас в гугле потом прочитаю статью какую-нибудь будут для него водителя нет так там какие-то палаточки на островах чего это же острова эко экспедишн команду а понятно так вот значит где ордынцы бывают помирают острова эко тоже довольно сильно смотрю претерпели изменения а видимо этого залоза на им надо завалить противника клана черного копья так я получается только первый раз приплыва мне надо точку полета даже открыть здесь так я смотрю воина да у него по ходу аркиус аркиус это меч за морладима элитный квест кстати странно мне сейчас камера сработала не знаю это просто так или по сути отвлечения не могут не может работать да марладим это элитный квест который открывается по моему на двадцать восьмом левеле тому могилки можно взять его потому что будет элитного скелета 35 левела завалить естественно в группе соло ты никак не сможешь и в итоге награду ты получишь этот меч аркиус хороший меч во всех смыслах просто потому что его можно и продать хорошо за хорошую сумму нынешнем левеле там это довольно неплохая сумма ну и для тех кому долгое время не ввезло с оружием наконец-то получит такой вот двуручный меч у которых конечно статов никаких нету шесть серебра нормально но зато он там по моему при попадании наносит какой-то уровне кажется так скинка я лучше зелье вот сюда последнюю сумку тоже что будут не мешали все остальное будет здесь жаль конечно что здесь лодка не выпало вместо нее были наплечники не нужны но вроде бы иногда падают рецепты благодаря которым можно будет шить именно профессии коржевничество сумку и вот я не помню тут надеюсь можно и десяти с лодки тоже сшить просто пока у меня особо с этими рецептами не особо везет парочка вроде бы падала и турецк но тут именно данжи нужно проходить поэтому я думаю надо будет как-то отвести именно целый стрим под фарм данжей постараться собрать людей которые готовы поформить именно данжи какие-нибудь конкретные чисто ради шмота правда должен быть такой плюс-минус данж где можно спокойно выйти и продать вещи то есть в принципе даже вот тюрьма штормграда подойдет хоть там особо шмота такого не 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 выбьешь чисто какой-нибудь стрэш шмот стрэша а так ну ткань можно до достать из некоторых боссов там чуть-чуть добавили чего-то так ничего но пофармить можно то что можно было сразу очистить сумки это был очень удобно а то все таки пещеры стенаний там нигде особо не выйдешь тому орда может освободить сумки спокойно перекрестки а нам нужно будет идти в ретчат как представителям альянса если конечно нет у какого-нибудь игрока репейр бот далее мертвая копия принципе аналогичная ситуация для альянса рзы только наоборот мы сможем продать все в сентинал хелли буквально рядом они нет это чтобы выйти из-под земли она хотя можно до конца просто проходить и через второй выход придется потом постоянно расчищать путь снаружи но с другой стороны там тоже нпс будут элитные они могут какую-нибудь интересную вещь дать так то еще запомнить то что на 25 надо будет менять по сути уже стрелы новые закупать потихоньку и на 24 нужно помнить то что у меня есть лук а а а а а а Снова начались дебаты насчёт питомцев. Охотничьих. И, конечно же, я, как защитник своего питомца, буду говорить, что кабан лучше всех. КОНЕЦ Тут просто такое ощущение, что я ещё один игрок. Защищаем кабана. И кто-то там ещё пытается с нами спорить. Просто без комментариев. Кабана самый лучший. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Чё там вообще спорить. Просто у кабана у него уникальная способность, по-моему, самая из всех остальных уникальных способностей, она самая прикольная. Да, конечно, получать бафы, давать дебафы другим, это, конечно, круто, но это так по-обыкновенному. А вот кабан с разгона, то есть быстрое перемещение к противнику, разумеется. Сокращение дистанции. Это, во-первых. Во-вторых, тут же сразу же следующий удар будет очень сильным, потому что во время чарджа вот у него, допустим, второй ранг повышается мили атака на 112 единиц. И плюс ещё даёт рут на целую секунду, то есть это как бы тоже определённый способ контроля противника. То есть это универсальный питомец, который подходит как для ПВЕ, так и для ПВП, просто ещё потому, что дополнительно ко всему этому он, как и медведь, он ест всё. На этом так может сэкономить, что уже просто без комментариев. Субтитры сделал DimaTorzok Ах, ну да, тут же надо приплетать, конечно же, тех питомцев, которые вне конкуренции, это Broken Tooth и те две летучие мыши, по-моему, это, которые также нужно в рейде просто приручать. Ну это, блин, логично. Просто сколько усилий нужно приложить, чтобы это сделать, чтобы приручить. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну тут, да, так-то я согласен с игроком, который с моей позиции там тоже вместе выступал за Кабана. То есть в прокачке это прямо без всяких сомнений Кабан, я думаю, это самый оптимальный и вообще, как правило, самый лучший выбор. Да, на плечнике, конечно, такой себе, но тут ботинки. Вот жаль, что они кольчужные. Ну ладно, продам тогда. То есть на стадии прокачки Кабан это прямо без вариантов лучше питомец. А уже потом уже, да, надо смотреть. Хочешь ПВЕ, берешь волка. Хочешь ПВП, берешь кота. Если собираешь с самой быстрой скоростью. Хочешь какую-нибудь еще там интересную плюшку. Вот, да, у ЕПУЛ. Это у ПТИЦ, допустим. Ну а еще какие-нибудь Мискелэйнис, так сказать. Конечно же, там же надо смотреть. Либо Горилла, либо Змей. В общем, как-то так. А я на сегодня все. Подключаюсь. Данш мы прошли. Следующий стрим, скорее всего, в понедельник будет все. Сегодня все. Субтитры сделал DimaTorzok